Болгарские женщины Крымские болгарки не утрачивают своих умений и с удовольствием делятся своим богатейшим опытом. Мятала и наречала, я подни, подни яблка, я подни, подни яблка, я подни, подни яблка. Тонкими слоями раскатывает тесто для приготовления магического болгарского блюда Надежда Бальшик. Сегодня в Старом Крыму в ее семье будут угощаться тыквенником. Мазываем ровным слоем маслечком и посыпаем пиквой где-то приблизительно сантиметр толщиной как минимум. И сворачивается в виде круга именно символ солнца. Это старинные ритуальные блюда считается. Надежда Ивановна всегда готовит его с хорошим настроением, вкладывая в ритуальный болгарский пирог всю свою нежность, любовь и доброту. Рецепт тыквенного счастья настолько же прост, насколько вкусен и полезен получается в итоге. Тиквенник – это блюдо, которое постное, даже можно сказать диетическое, очень вкусное и полезное, готовится легко и быстро. В его составляющие входит свежая тыква, сахар, мука, вода, соль и на этом все. Пирог раскатывается тончайшим слоем теста, раскладывается натертая тыква, сворачивается рулончиком и закручивается против часовой стрелки. По сути, это блюдо является обрядовым угощением, делится своими познаниями Надежда Бальжик. Тыквенник – это некий символ. В его приготовлении придается значение каждой детали. Не случайно пирог закручивается против часовой стрелки. Это особый ритуал, имеющий магическое значение. Наша земля тоже вращается вокруг солнца против часовой стрелки. И создавая такое вот блюдо, особенно в весеннюю пору, болгары совершали магический обряд, приглашая вернуться весну, вернуться тепло на землю, чтобы она опять, земля расцвела и даровала следующий урожай. Тыквенник пекут и в обычные дни, чтобы накормить семью. Подают его и в качестве угощения в праздничные дни, когда приходят гости. Пирог считается блюдом бессмертным. Красивые, пестрые и довольно сложные выполнения болгарские вышивки – одно из значительных достижений болгарской традиционной культуры. И нужно отметить, во многом благодаря накопленному опыту и творческой одаренности болгарок. Народные вышивки создаются из простейших сочетаний прямых, волнообразных линий или геометрических фигур, очертаний предметов обыденной жизни, растений, животных, человеческих фигур. Встречается и довольно сложная композиция. Я хочу обратить ваше внимание, что я ношу с большим трепетом, сохраняю фартук, который связала моя мать в начале 20 века. Фартук, по всей вероятности, уже около 100 лет исполнится в этом десятилетии. Он тоже носит именно сакральное значение. То есть красный цвет – это цвет жизни, черный цвет – это цвет смерти. Они по жизни человека сопровождают нас постоянно. Именно страх смерти двигает человека вперед, чтобы он успел и сделал многое. И цвет жизни, любовь помогает ему в осуществлении его мечты. И, естественно, болгарские узоры, которые вы видите, повторяются. Это узор петушка, цветка. Есть такие вот у нас ирисы, петушки. Вот они являются повторяющимся, потому что это растение является, во-первых, очень лечебным, драгоценным и необыкновенным. Если вы знаете, масло ириса является самым драгоценным маслом ароматическим в Земле на нашей планете. Потому что, допустим, один грамм розового масла, который выделывается в Болгарии, стоит дороже, чем грамм золота. А грамм масла ириса стоит дороже, чем масло розовое. Розы и ирисы являются символом здоровья и благоденствия. Когда-то в старину вышивкой украшали преимущественно одежду. Чаще всего употребляли шерстяные, реже шелковые нити. Богатство мотива в расцветке разнообразия техники вышивки объясняется, с одной стороны, тесной связью этого вида искусства с бытом и окружающей природой, а с другой — его вековой традицией. Болгарская вышивка впитала в себя элементы восточных и разнообразие славянских мотивов. Вышитые знаки и изображения представляли собой своеобразный амулет здоровья и неприкосновенности. Солнце, культ которого был одним из самых сильных в древности, сопровождало болгарина и в будни, и в праздники. По вышивке можно было понять даже социальную принадлежность человека — богат он или беден, холост или женат. Праздничная одежда, особенно юных парней и молодых девушек, непременно должна была иметь вышивку. В ту пору года, когда ненастья на улице, меньше работ в огороде, в саду, то она занималась зимой рукоделием. И вот эти вот народные наши обычаи передаются из поколения в поколение. Богатая вышивка воспевалась в народных песнях, как часть красоты болгарки. Красивая женщина обязательно имела разукрашенные юбки. Потому и пелась песня. На юбке у нее звезды мелкие, на груди солнце яркое, на плечах месяц ясный, за пазухой земля до неба. Все тут есть — земля, небо, вода и лес. Ремесла в нашем семействе вообще в болгар очень развиты с давних времен. Потому как это передается из поколения в поколение. Бабушка, моя мать, была большой рукодельницей. Умела вязать и крючком, и спицами, вышивать бисером. И это передалось через бабушек моим детям. Старшая дочь умеет вышивать бисером и секлярусом. При помощи этого у нее получаются замечательные, необыкновенные, неповторимые вещи. Средняя дочь Надежды Бальжик, Алина, владеет искусством вязания крючком. У нее легко получаются неповторимые сакральные узоры. Рисунки на вязанном полотне, оказывается, имеют силу и мощь ограждать семью от проблем, от зависти соседей, от болезней, от непредвиденных стихий. Вещи, украшенные определенной вышивкой, либо связанные самобытным узором, работают как обереги. И именно женщины владеют этими мистическими знаниями и непременно передают их своим дочерям. Мама моя связала эту вещь для того, чтобы сохранить семью. Украшения, которые вяжет моя дочь, являются тоже в некоторой степени сохраняющими уют и украшающими быт нашего дома. И она с удовольствием это делает и дарит своим друзьям и подругам. Точно так же младшая дочь у меня вышивает крестиком, что умела делать ее бабушка, и я с удовольствием это делала у меня. Есть много вышивок, которые я вышивала. В древней истории болгар упоминается о шитое золотом одежде высших классов. Высокий художественный уровень народной вышивки второй половины 19-го столетия ярко подчеркивает богатейшие музейные коллекции национальных костюмов и отдельных вышивок. Сегодня в современной Болгарии возрождаются не только художественные ремесла, усовершенствуется и народная вышивка. Надежда Бальжик обладает искусствами и познаниями, которыми владели древние болгарки, и с удовольствием делится ими в Старокрымской школе, где преподает болгарский язык. Все страны, которые являются нашими прародинами, держат связь с нашей школой и лицеем, посольством мы держим связь. Наши выпускники имеют право изучать этот язык дальше в Греции, в Болгарии, если они это пожелают. И они это осуществляют. Более десяти человек наших детей, выпускников, начиная с 1999 года и до прошлого лета, учатся в Болгарии, получают высшее образование и потом несут эту культуру сюда, возвращаются на родину. Здесь и дети, и преподаватели прекрасно знают вкус баницы и тыквенника, умеют плести мартинички на бабу Марту, выплясывать хоро на сурву и общаться между собой на болгарском языке. Ни один праздник в школе не обходится без угощений Надежды Ивановны. Ее выпускники благодарно хранят в памяти годы детства, проведенные рядом с настоящим учителем.